В Иркутске перед судом В результате почва оказалась загрязнена медью, цинком, серой, свинцом и оловом А на этой территории живут птицы, в том числе занесенные в Красную книгу За дело взялись следователи, они вышли на компанию, которая занималась утилизацией опасных отходов При очередном заказе для экономии руководство фирма организовала вывоз батареи с территории промышленной площадки в птичью гавань За это теперь обвиняемые ответят перед судом, им может грозить лишение свободы на 5 лет Информационное незнание вам не грозит, ведь мы расскажем вам о самых важных и интересных событиях в эфире новости по будням Здравствуйте и в начале выпуска коротко о главных темах дня Обман с размахом. Брачанка перевела мошенникам 5 миллионов заемных рублей Для того, чтобы женщина смогла взять как можно больше кредитов, аферисты даже оплатили ей перелет в другой регион В программе расскажем подробности этой истории Продолжение громкой истории Суд в Иркутске постановил выселить жильцов проблемного дома на улице Пескунова, снести здание за счет людей и не предоставлять им другого жилья Подробности о сложной ситуации в выпуске В выпуске поговорим и о проблемах новоиспеченных жителей Иркутского района На что жалуются люди и как не стать жертвой не совсем честных риэлторов узнаете через несколько минут И теперь обо всем подробнее Мошенники вышли на новый уровень Брачанка перевела злоумышленникам почти 5 миллионов рублей, в том числе и заемные средства Но чтобы женщина взяла как можно больше кредитов, аферисты даже оплатили ей перелет в другой регион Такого в Иркутской области еще не было История началась так Женщине позвонил якобы сотрудник полиции и сказал, что с ее счета кто-то пытается снять наличность Затем ей поступил звонок от псевдоработника Центробанка Трое суток женщина снимала и переводила свои кровные на продиктованные номера карт Затем и вовсе аферисты заставили потерпевшую взять займ и отправить эти средства на якобы безопасный счет Чтобы оформить очередной кредит, братчанка даже отправилась в другой регион Злоумышленники купили ей билет на самолет Только через неделю женщина осознала, что попала в ловушку аферистов Для того, чтобы убедиться, что это не мошенники Я их неоднократно спрашивала, вы действительно не мошенники? И они мне каждый раз приводили убедительные доказательства Днем ранее в сети к аферистам попался 68-летний пенсионер из Усть-Кута Он решил подзаработать на инвестировании денежных средств И на свою беду перешел по ссылке После чего ему стали поступать звонки с просьбой установить приложение С его помощью пенсионер решил попытать удачу и заработать В итоге лишился более 2 миллионов рублей Всего же за минувшие сутки жители Иркутской области отдали аферистам 9 миллионов рублей Но и этого им мало, поэтому злоумышленники придумывают все новые схемы обмана Тренд последних нескольких дней это заявление от граждан, в частности жителей северных регионов О том, что они инвестировали большую сумму денег Мошенники воспользовались известным брендом, чтобы создать сайт-двойник Где разместили объявление о фиктивном инвестировании И граждане, доверчивые, воспользовавшись объявлением Воспользовавшись рекламой, не проверили достоверности оригинального сайта И вложили значительную сумму денег в дальнейшем обратились в полицию Причину ужасной трагедии, которая унесла жизни двух детей в Грановщине Иркутского района Установили эксперты МЧС и МВД Пожар в частном доме возник из-за короткого замыкания на первом этаже В районе ванной огонь мгновенно перешел на верхний этаж И отрезал путь к спасению для мальчиков Напомним, о пожаре стало известно в 4 утра 2 февраля Спасателям позвонили соседи За полтора часа пожарные справились с огнем И обнаружили страшную находку тела двух детей 9 и 13 лет Мальчики находились дома одни Они спали на втором этаже Соседи заметили огонь и уже слишком поздно По предварительным данным, дети задохнулись от дыма во сне Всего с начала года в регионе на пожарах погибли 7 детей Чаще всего эти трагедии происходят из-за того, что взрослые Оставляют несовершеннолетних без присмотра Обратили внимание и не зря Сотрудники прокуратуры, полиции и МЧС Во время совместного рейда нашли майнинговую ферму Которая располагалась на крыше Иркутской областной психбольницы номер 2 Оказалось, что оборудование, а это 13 машинок Там расположил сотрудник Возбуждено от дела по факту нелегального потребления электроэнергии Техника изъята Проблемы с электричеством могут возникнуть у новоселов Которые решили быстро и по бросовой цене приобрести жилье в Иркутском районе Почему и с какими еще проблемами сталкиваются жители пригорода Расскажет Олег Федоров Двухлетний Роман уверенным шагом направляется сразу в школу Потому что в детсаду Грановщины ребенок побывать не успеет Сегодня в поселке проживает свыше 5,5 тысяч человек И более 800 из них – это дошколята А муниципальных садиков всего два Места на всех катастрофически не хватает В департаменте, когда я вставала на очередь, они напрямую мне сказали Не ждите садика, идите в частный Ребенок у меня находится дома Мы в частный садик не ходим, потому что я не могу работать Мне не с кем его оставлять У меня родители живут далеко В шаговой доступности детсады, школы, поликлиники и больницы Такими объявлениями сегодня заполнены сайты по продаже недвижимости в Иркутском районе Плюс дешевизна домов относительно городских квартир подогревает интерес среди ищущих собственный угол Реальное положение дел люди узнают уже после переезда Это на себе уже ощутила Татьяна Юринская У меня вот трое детей, то есть я многодетная У меня две девочки и вот мальчик Места, как оказалось, в школе нет, в Грановской В администрации, получается, нам сказали только Шаряевскую школу могут нам предоставить Потому что близлежащие все переполнены Мы живем вот через две улицы, то есть 300 метров от школы, грубо говоря А мы должны сейчас возить детей вот за 25 километров Остро не хватает школ в Хамутово, Айоке, Максимовщине В Марково дефицит детсадов Отдельная боль медучреждения Детские узкие специалисты находятся в разных отдаленных районах Таких как Дзержинск, Молодежное, Луговое От Грановщины это больше 40 километров в одну сторону Вот тебе и шаговая доступность А еще некоторые частные застройщики и недобросовестные риэлторы По бросовым ценам предлагают дома, которые не подключены к линиям электропередач В итоге новоселы вынуждены переходить на печное отопление Тут совет один Перед покупкой проконсультироваться в местной администрации Мы всегда в администрации Уриковского муниципального образования ждем граждан Для того, чтобы мы смогли проконсультировать, где застройка должна быть То есть о развитии муниципального образования То есть о генеральном плане В связи с тем, что как раз все развитие электрических сетей Оно согласовывается в генеральном плане Уриковского муниципального образования Так что перед приобретением важно тщательно разузнать все детали, чтобы жилье мечты не стало источником проблем. Что же касается школ и детсадов в Иркутском районе, то этот вопрос теперь на контроле прокуратуры. Ведомство выиграло суд. Он обязал администрацию расширить сеть дошкольных и общеобразовательных учреждений. Олег Федоров, Виктор Черкашин. Новости по будням. Земельный вопрос обернулся уголовным делом. Сотрудники следственного комитета предъявили обвинение главе Тайтурского городского поселения Усольского района. Ему инкриминируют получение взятки. По версии следствия, в 2021 году глава муниципалитета получил 300 тысяч рублей. За эти деньги мужчина должен был предоставить конкретному человеку преимущество на торгах для заключения договора в купле-продаже трех земельных участков. Находятся они как раз в Тайтурке. Смысл схемы был таков – продать эти земли по заниженной рыночной стоимости. В итоге главу муниципалитета задержали, он дал признательные показания, а по месту жительства и работы чиновника провели обыски. Сейчас мужчина находится под домашним арестом. Стоит отметить, что в Иркутской области уголовные дела по данной статье в отношении должностных лиц, к сожалению, не редкость. В прошлом году было заведено почти 400 уголовных дел коррупционной направленности. К ответственности за такие преступления были привлечены 7 глав муниципальных образований. Привлекли к административной ответственности. Оказывается, некоторых водителей региона не останавливает тот факт, что их лишили прав, и они все равно садятся за руль. В конце января в Иркутске сотрудники ГИБДД выявили почти 50 таких автомобилистов. Одного из нарушителей автоинспекторы остановили на бульваре Гагарина. Его лишили водительских прав еще в марте прошлого года. Теперь автомобилисту грозит штраф 30 тысяч рублей или арест до 15 суток. А его машина отправилась на штрафплощадку. Нередко водители без прав становятся виновниками аварий. С начала года произошло 16 таких ДТП. Два человека пострадали. В прошлом году в регионе к ответственности за подобные нарушения привлекли почти 850 автомобилистов. Опасность может поджидать пешеходов не только на дороге, но и даже там, где машин не бывает. Речь про подземные переходы в Иркутске. Там ДТП не происходит, а вот падение людей регулярно. Почему эти места превратились в каток, сегодня выяснял Даниил Седов. Гладкая как лед и такая же скользкая. Отгадать эту загадку жителям Иркутска не составит никакого труда. Ведь речь идет о плитке в подземных переходах областной столицы. За день по этим тоннелям проходят тысячи людей. Именно из-за этого некогда ребристая поверхность плиток буквально сточилась. А обилие снега и морозы превратили пешеходную зону в каток. Да такой, что не каждый человек может на нем устоять. Мы уже падали, травмировались, обращались. Куда обращались? В первую городскую, в травмпункт. И что случилось? Ну вот с мужем упали. Сильно? Ну конечно. Скользко, конечно. Там еще более-менее, когда сюда выходят, здесь скользко. Плитка скользкая не только в переходах, но и на лестницах, которые ведут к ним. Вот такая публикация появилась накануне в социальных сетях Иркутска. На фото женщина, которая со слов очевидцев поскользнулась и упала прямо на ступеньках. При этом их очищают от снега регулярно. В комментариях под постом пользователям ответили сотрудники администрации. Они объяснили, что когда в переходах укладывали плитку, не учли тот факт, что при низких температурах она становится скользкой. Сегодня, например, проблему скользких лестниц в подземных переходах решила сама природа. Из-за относительно теплой погоды корка льда на ступеньках немного оттаяла и стала не такой скользкой. Но за перила все же лучше держаться. Поэтому некоторые при спуске в подземку двумя руками держатся за перила. Возможно, стоит установить их вдоль стен в переходе. Тогда и падений станет меньше. Хотя кто-то уже не считает плитку скользкой. Ведь раньше бывало и хуже. Не скользко. Я практически каждый день хожу, но я здесь хожу нормально. По сравнению с прошлым годом лучше. В прошлом году у меня ребенок упал. Пока все же лучше держаться за перила и передвигаться мелкими шагами. Данил Седов, Владимир Пинаев. Новости по будням. Держатся за сердца сейчас жители известного на весь регион дома на улице Пескунова в Иркутске. Они получили решение суда с последнего заседания, которое вновь сыграло не в их пользу. Напомним, люди пытаются отстоять свою недвижимость уже много лет. Все дело в том, что в 2009 году застройщик без проекта незаконно построил 11-этажку и продал квартиры людям. Позже здание было признано аварийным, а жильцов обязали за собственный счет заняться его сносом. На это по расчетам уйдет более 300 миллионов рублей. Взамен людям раньше предлагали жилье соцнайма. Это решение не устроило собственников и они вновь обратились в суд. Теперь орган государственной власти постановил не только выселить жителей из многоэтажки и ликвидировать ее за их счет, но и не предоставлять людям никакого жилья. Как жители отреагировали на такое решение и может ли кто-то им помочь в данной ситуации, об этом мы расскажем в сюжете, который выйдет в программе новости по будням уже на следующей неделе. Падение, неудачи и проблемы на жизненном пути воспринимаются легче, если тебя есть кому поддержать. Поэтому важно, чтобы рядом были близкие. У скольких жителей региона в 2022 году появились старые половинки и дети, узнаете в следующем материале. Чтобы узнать больше о жизни прибайкальцев, можно просто заглянуть в ЗАГС. Сотрудники этого ведомства знают, кто женился, у кого появились дети, кто развелся или даже сменил имя. Семей в прошедшем году в Иркутской области стало больше на 19 тысяч. Свадебный бум произошел в красивую дату – 22 февраля 2022 года. Тогда за один день в регионе вступили в брак 359 пар. Самым возрастным женихом стал 92-летний мужчина. Его избранница была 87 лет. Средний же возраст невест и женихов – 26 лет. Следующий после брака этап обычно – это появление детей. В регионе за год родились более 24,5 тысяч детей. При этом количество новорожденных мальчиков почти на тысячу превысило число девочек. Так же было и годом ранее. В 279 семьях появились двойни, в трех семьях – тройняшки. Но некоторые семьи, наоборот, распались в 2022-м. Разводов было немало. Более 13 тысяч пар разорвали свои отношения. А кто-то и вовсе решил кардинально изменить свою жизнь. Почти 2,5 тысячи наших земляков официально сменили имена. Юлия Шенкарюк. Новости по будням. Разводятся пары все чаще. Не только в нашем регионе. Такая тенденция наблюдается по всей стране. И не первый год. Так, в 2021 году в Иркутской области было зарегистрировано почти 17 тысяч браков, а расторгнуто почти 12 тысяч. С чем такие показатели могут быть связаны? Сегодня мы решили узнать у экспертов мнение социолога и психолога далее. Дело в том, что сейчас институт брака претерпевает вообще в целом огромные изменения. Жизнь формируется таким образом, что объединяться сейчас для выживания, скажем так, нам не нужно. И поэтому каждому даже легче получается жить отдельно, да, автономно. Он может уже позволить себе снять квартиру. То есть если раньше нас объединял квартирный вопрос всех, то сейчас каждый может снять квартиру себе сам. И поэтому каждый пытается устанавливать в браке свои правила. То есть люди разучились, к сожалению, договариваться, коммуницировать. Мы сейчас в том периоде, когда инфантильных молодых людей и уже не очень молодых людей значительно больше. И когда они сталкиваются с трудностями, браки распадаются. И да, это происходит в первые годы совместной жизни. Возможно, это эффект романтизации отношений. Но за конфетно-букетным флером есть ответственность. Даже физиология говорит о том, что притяжение, страсть, оно действует три года. А после начинается уважение, интерес, общие ценности, обязанности, в конце концов. Если вот этого второго блока нет, то, увы, на одной физиологии брак не продержится. Отношения некоторых бывают столь же непостоянны, как и погода. Февраль в Сибири обычно ветреный месяц, но в этом году будет еще и снежным. Специалисты гидромедцентра прогнозируют в конце зимы в нашем регионе избыток осадков. Но в Прибайкале будет теплее, на 4-8 градусов выше нормы. И в среднем температура будет варьироваться от 8 до 16 градусов ниже нуля. Погода или что-то другое повлияло на поведение птиц неизвестно. Тем не менее, жителю Шелихову удалось снять на видео крайне необычное поведение дятла. Птица, к удивлению очевидцев, выбрала местом для добычи пищи нет ни дерева, а железный столб. Дятел с должным усердием пытался проделать отверстия в прочном материале. Ничего у него из этого, конечно, не вышло. И, скорее всего, спустя время дятел осознал тщетность своих попыток. Кстати, эти птицы попадают сейчас все чаще в объективы камер горожан. Но ничего необычного в этом нет. Дятлы часто остаются на зимовку в жилых кварталах, и их можно даже подкармливать. Больше всего эти пернатые любят орехи, насекомых, а иногда не против полакомиться даже мясом, например, салом. Если и вы стали свидетелем подобного, звоните в рубрику «Народный корреспондент». Она для наблюдательных и неравнодушных к происходящему вокруг. Для неравнодушных к творчеству нашего именитого земляка. В Прибайкале 11 февраля все желающие смогут написать необычный диктант. В его тексте будут спрятаны крылатые фразы из фильмов кинорежиссера Леонида Гайдая. Поэтому акция называется «Символично. Помедленнее я записываю». Участникам надо будет не только написать текст, но и найти в нем цитаты из гайдаевских картин, а также определить, из какого именно фильма эта фраза. Но перед диктантом пройдет еще и лекция филолога о крылатых выражениях. Слушатели узнают, в чем феномен лент Гайдая с языковой точки зрения и в каких ситуациях без любимых реплик не обойтись. Главной площадкой диктанта станет Центр современного искусства «Огонь». Оттуда будет вестись и онлайн-трансляция на сайте гайдай-центра. Также в Иркутске написать текст можно в трех библиотеках имени Молчанова-Сибирского, имени Уткина, имени Самсонова. Уже известно, что к акции присоединятся жители других регионов. Более 120 площадок из 20 субъектов страны уже подали заявки на участие в проекте. Диктант – это часть масштабного празднования столетия Леонида Гайдая. Праздновать приближение весны уже можно в Иркутске, ведь надежный колючий синоптик спрогнозировал, что зима надолго не задержится. Об этом и не только подробнее расскажем сразу после новостей о достижениях спортсменов региона. 15 медалей привезли наши земляки с соревнований под дзюдо. Межрегиональный турнир проходил в Чите. В нем принимали участие бойцы не старше 18 лет. В итоге прибайкальцы завоевали по 5 золотых, серебряных и бронзовых наград. Воспитанники хоккейного клуба «Ермак» 2014 года рождения с серебром вернулись из Челябинска. Там состоялся турнир «Рождественский». На этих соревнованиях ангарские ребята сыграли 8 матчей и одержали 7 побед. Единственное поражение коллектив из города Нефтехимиков потерпел от местного трактора. А игрок «Ермака» Степан Сокольников был признан лучшим нападающим состязанием. Ну а игроки мини-футбольного клуба «Ир Айра» отправились в Красноярск. Там наша команда сыграет очередные два матча высшей лиги. 3 февраля соперником «Иркутян» станет клуб «Норильский Никель Дубль». А 4 числа прибайкальский коллектив сыграет с третьим клубом турнира «Кемеровским Кузбассом». Напомним, что «Ир Айра» после 14 игр занимает вторую строчку в турнирной таблице. Даниил Седов, новости по будням. Продолжают соревноваться в оригинальности родители. Сотрудники ЗАГС региона назвали самые необычные и редкие имена, новорожденные за прошлый год. К примеру, девочек называли так. Луна, Ясна, Саяна, Тиффани, Добромира. А вот некоторые интересные имена мальчиков. Марсель, Витим, Енисей, Саян, Сократ. Лидерами по популярности мужских имен уже несколько лет остаются Артем, Александр и Михаил. Девочек по-прежнему чаще всего называют Софиями. На втором месте имя Ева, на третьем Виктория. О других интересных новостях, да еще и со всего света, расскажем в рубрике «Повесточки». Всем здравствуйте. До конца зимы остался один месяц. И к февралю у многих от этого времени года возникает усталость. Сегодня попробуем поднять настроение с помощью позитивных новостей. Раннюю теплую весну в Иркутской области уже предсказали. Это сделал ежик по кличке Рэмбо, который живет в Иркутском зоосаде. Колючий зверек уже не в первый раз подрабатывает метеорологом. И, кстати, редко ошибается. Традиция таких еженных гаданий на погоду зародилась еще в Древнем Риме. Люди будили зверьков и по их действиям определяли, насколько затянется морозное время года. Поднять себе настроение и поболеть за парней из Иркутской области смогут все наши земляки. Двое спортсменов из Прибайкалья примут участие в федеральном телепроекте. 13 февраля стартует шоу «Суперниндзя». Задачей участников, а это 175 атлетов со всей страны, будет прохождение сложнейшей полосы препятствий. Наш регион в проекте будет представлять Дмитрий Ривер, который работает талисманом баскетбольного клуба «Иркут». Вторым участником из Прибайкалья станет Александр Гангала, гимнаст из Устилимска. Чуть не оказались на съемках шоу о дикой природе посетители горнолыжного курорта в Сочи. Там на трассу вышел бык. Все произошло на курорте «Роза Хутор». Бык буквально устроил забег по лыжной трассе. Пытался атаковать нескольких отдыхающих, погулял среди лыжников, побегал за сноубордистами, а затем был выдворен за пределы курорта. Предположительно, бык-хулиган сбежал из местного заповедника. А вот люди на Гавайях испугались совсем другого. В ночном небе они увидели загадочную светящуюся спираль. Вот такой необычный объект можно было наблюдать в течение нескольких минут. Местные жители и пользователи интернета предположили, что это проделки инопланетян или приближающаяся чужая галактика. Но на самом деле все оказалось проще. Так выглядит след от остатков застывшего топлива, который попал в атмосферу после очередного запуска ракеты Илона Маска. Поднимайте себе настроение хорошими новостями. До скорого! А у меня на этом все. Подписывайтесь на наш телеграм-канал НТС Нижний Слэш Ирк. Там много интересного. Также ищите нас в других социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Яндекс.Дзене. Я же на этом прощаюсь. Хороших вам выходных. И помните, мы всегда вместе с вами. Субтитры создавал DimaTorzok